Сода Все мы здесь и собрались, потому что каждому из нас после вчерашнего дня есть что сказать и есть что спросить. Это мы с вами сделали так, что 600 тысяч человек пришли на избирательные участки и открыто сказали, что они хотят перемен в Москве, что они хотят перемен в России и что они связывают свою веру в эти перемены с именем Алексея Навального. Алексей Навальный предлагает конструктивные решения, которые, мне кажется, помогут вернуть наш город в нормальное состояние и которые противостоят власти, которые я всеми силами ненавижу. Поскольку выборы фальсифицированы, я не могу быть доволен фальсифицированными выборами. Я думаю, все-таки Собянин в этот раз не так много, но процентиков 3-4-5 украл. Он единственное говорит вслух то, что думает каждый. Вот за это я его и уважаю, и за него голосовал. Я сам был наблюдателем, самим подсчетом голосов я доволен. Я недоволен нарушениями, которые случились до этого. Конкурент был реальный впервые, но честными эти выборы назвать нельзя, потому что выборы это не то, что происходило вчера. Выборы это то, что происходит все время в период подготовки и агитации. А здесь я поддерживаю Навального и сочувствую, что так получилось, что мы проиграли. Я очень надеялась, что мэром станет честный человек Алексей Навальный. Один за всех! И все за того! Вор не Собянин. Вор сидит вот там недалеко. И мы все прекрасно знаем, что у этого вора есть имя. И мы можем сказать четко и прямо, что это Путин! Вор! Путин! Вор! Путин! Вор! Путин! Вор! Моя речь состоит из 21 слова. И пусть у властей очко играет. Выборы на второй тур. Жуликов на нары. Собянина на плитку. Путина на сковородку. Политических на полю. Навального на власть. Народу свободу. Если вы хотите знать, как чувствует себя рок-звезда, то в первую очередь это очень страшно. Я... Говорят, бросайся в толпу, но я просто не допрыгну. Я пытался понять, это скорее митинг победы или поражения? По вашему мнению, это победы или поражения? Победа! Мы давно все хотели выступить на митинге победы. Мы очень устали от того, что последние 13-15 лет мы все время проигрываем. На этих выборах родилась в России наконец-то политика. Родилась оппозиция. Мы точно знаем, что делать. Мы точно знаем, как делать. Я знаю, что некоторые из вас, наверное, ждут, что я призову оставаться здесь, на этой площади. Ждете? Да! Кто-то прокричал «нет», кто-то прокричал «да». Но я бы хотел оставаться все-таки с вами до конца честным. И если мы пишем на наших лозунгах «не врать и не воровать», я тоже не собираюсь вводить вас в блуждение, не собираюсь вас подставлять, подвергать опасности и так далее. И если я звал вас на этот митинг для того, чтобы обсуждать результаты выборов и просил вас поддержать наш ультиматум, то ровно этого я сегодня, мы все этого и добились. И я не хотел бы вас втягивать туда, куда вы не пришли намеренно. Когда наступит время, а может быть оно наступит, когда я позову вас участвовать в несанкционированных акциях, переворачивать машины, поджигать фаеры или еще что-то. Может быть такое время наступит. Я вам прям так и скажу прямым текстом. Ребята, приходите те, кто готов поджигать фаеры и ночевать на асфальте. И я буду с вами ночевать на асфальте. Но сначала я хотел бы вас предупредить об этом. Я прошу вас, чтобы вы мне поверили, потому что я знаю, что делать дальше. Когда-то на одном из митингов я кричал, что я сетевой хомячок и я перегрызу глотки этим скотам. Согласитесь, я немножко погрыз эти глотки. С вашей помощью. Спасибо большое. Мы все победим. Я благодарю вас, что вы сюда пришли. Я вас всех очень люблю. Я вас очень ценю. Я благодарю судьбе, что я стою на этой сцене и все пользуюсь вашей поддержкой. Я благодарен всем людям, которые стоят за моей спиной. Я благодарен сотням других, которые не увестились на этой сцене. Спасибо большое. Мы обязательно победим. Пусть жаба на трубе слышит и боится. Мы идем за ней. Спасибо. На войны! На войны! На войны! На войны! На войны! На войны!